Семейные традиции невидимыми, но крепкими нитями объединяют всю семью. Недаром, тысячелетиями, передавались они из поколения в поколение. В них заключена глубокая мудрость. Их знали и соблюдали в каждой семье. Но сегодня мы только-только начинаем осознавать важность этих традиций. Есть ли традиции в вашей семье? И захотят ли их продолжить ваши дети, когда станут взрослыми? Субтитры создавал DimaTorzok Центра русской традиционной культуры «Воскресение». Пешком она обошла пол России в поисках нашей забытой культуры. Собрала тысячу разных обрядов, игр, песен, традиций. И теперь с большой любовью передает этот опыт детям и взрослым. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. На протяжении многих веков одни и те же традиции передавались из поколения в поколение. Их знали и соблюдали в каждой семье. Можем ли мы сказать нынешнему поколению, почему это было ценно? Мы живем на земле. Надо не забывать, потому что земля – это живой организм. Почему говорят, что женщина рожает и земля рожает? Это самое главное. Мать – земля, на которую нельзя плевать, на которую надо очень бережно относиться. Потому что она родит все. То, что мы едим и то, что мы есть, мы – это наша земля и отношение к нашей земле. И все традиции, в принципе, в народе, они все сопряжены как раз с календарем традиционным и относительно живой и неживой природы. Что живет и кто живет на земле – это очень важно. В экспедициях иногда бабушки говорят, ну, мать моя так делала, бабка так делала, и я буду делать. То есть, что делали предки, и было хорошо, то, соответственно, и я буду продолжать делать. Она прожила счастливую жизнь, соблюдая вот эти традиции, вот эти и эти. Ну, соответственно, и я должна соблюдать. Считаете ли вы, что сегодня традиции утеряны, и это трагедия? Или просто пришло время новых традиций? Мы сейчас говорим о том, что у нас дети, например, не слушаются, игнорируют, не отвечают на наши замечания так, как бы нам хотелось, не исправляются. Они не чувствуют этой иерархии. Ну, мама сходила на работу, заработал деньги, ну, папа сходил. Чем занимаемся? Они не включены в труд. Это очень важно. Дети, переходя, например, в 10 лет, они уже могут конкурировать со взрослыми, и они должны конкурировать. Конкуренция. Маленький мальчик пошел пасти коз. Это очень хорошо. Маленький мальчик сделал с папой табуретку. Это отлично. Все то же самое касается и девочки, даже в большей степени. Тебя кто возьмет замуж, когда ты не умеешь ни шить, ни вязать, ни вышивать? Зачем такая нужна-то, по сути, безрукая-то? Да? А это ремесло, которое должен владеть каждый человек. Вот отсюда и берется ремесленные традиции, житейские традиции, песенные традиции, танцевальные традиции. Это очень важно понять, что мы не только ходим в торгово-развлекательный центр и сдаем свое чадо. У нас традиция ходить в торгово-развлекательный центр, большинство сейчас, да? Сходили, сдали, покушали, и все, и пошли домой. У нас шикарная традиция. А поработать вместе. Мальчиков три года сажали на коня, он чувствовал себя взрослым. А девочке в шесть лет делали куклу, с помощью которой она могла варить кашу. Сегодня мы тоже сделаем с вами такую куклу. Когда девочке исполнялось шесть лет, мама учила варить ее кашу. И для того, чтобы помочь дочке варить первую кашу, мама делала для нее куколку. В нашем чугуночке живет волшебная куколка. Уленька, достань куколку. Куколка смешная. Ее зовут Каша. Эта куколка поможет Уленьке сегодня сварить первую в ее жизни кашу. Чтобы сделать куклу, нам нужно будет прямоугольный лоскоп ткани. Для ножек и для ручек два небольших тоже лоскутка ткани. Из прямоугольного лоскутка нам надо сделать мешочек. Мы этот наш лоскут ткани складываем пополам. Сначала мы сшиваем вот здесь этот край. Потом в этот край мы должны сосборить. И у нас получится вот такой вот мешочек. Это наш тельце для нашей куколки. Начинаем нашу работу делать куколку. А Уленька нам будет сегодня помогать. Еще раз обращаю ваше внимание. Чтобы юной хозяйке помогла варить кашу эта кукла, она должна быть размером с кастрюлю. Итак, сшиваем края простым швом. Обратите внимание, что ткань лучше взять хлопчатобумажную или льняную. Как только получился мешочек с одной незашитой стороной, мы пропускаем нитку стежкой по верхнему краю, не зашивая его. Вот присборили наш мешок и закрепили еще раз сверху ниткой. Сейчас мы наш мешочек выворачиваем. Получился у нас вот такой мешочек. И будем насыпать в него крупу. Да, и туда потом мы насыпем крупу. Но сначала нам надо сделать нашей куколке ножки. Берем прямоугольник из ткани и сворачиваем его. Подгибаем все края вовнутрь к середине. И складываем пополам. Сшиваем края опять же любым швом, каким только умеете. Так, внимание, делаем ступню. Просто складываем край ножки и прошиваем. Вот получились настоящие ножки. Хоть бы шмачкишей, но мы продолжаем делать саму куклу. Насыпьте крупу. Не забудьте еще раз измерить, получилось ли кукла ростом с чегунок или с кастрюльку. Ведь пока вы не зашили верхний край, все еще можно подкорректировать. Посмотрите, вот высота нашей куколки должна быть равна высоте нашего чегунка. Это очень важно. Сейчас мы должны подвернуть край, наметать его, вставляем туда ножки и ножки наши пришиваем к мешочку. Так, загибаем край ткани вовнутрь, не стягивая, прошиваем по кругу. Чуть-чуть присборили, вставили ножки вовнутрь и зашиваем край ткани с ножками. Все-таки хорошая традиция была на Руси делать девочке куклу, которая приучает ее к хозяйству по дому. И хоть куклу шила мама, дочка смотрела, как мама шьет, и тоже пыталась сделать свои первые шаги в рукоделии. И вы доверяете ребенку какую-то несложную работу. Пусть попробует складывать ткань, сделает какие-то простые стежки. У нас получилась такая куколка с ножками. Мы ее переворачиваем, и теперь нашей куколке надо... Ручки. ...перевязать головку сначала. Мы красную возьмем ниточку и перевяжем с тобой головку сейчас ей. Мы перевязали головку красной ниточкой. Это одна треть от всего туловища. Теперь нам нужно пришить ручки. Ручки мы делаем точно так же, как и ножки. Помним, как делали ножки? Свернули все края небольшого прямоугольника вовнутрь, сложили пополам и зашили края простым швом. У нас должны получиться две ручки, как вы понимаете. Пришиваем их к туловищу. Смотрите, вот и кукла. Остались последние штрихи. В старину почти все куклы были обережными, поэтому мы часто видим на них обережный крест, который и мы с вами повяжем. Итак, внимательно смотрите и слушайте. Мама ниточку. Мама ниточку достала и на куклу повязала. Лег у куклы на груди яркий крестик впереди. Нить тяну я тонкой шлейкой между поясом и шейкой. Осталось куклу нарядить. Просто повяжем ей на пояс кусок яркой красной ткани. Распрямляем и поднимаем. Получаем настоящую юбочку. Сверху повяжем поясок из ленточки. Начинаем нашу сказку. Мы нашу куколку сажаем в чугунок. Уленька, открывай чугуночек. Сажаем в чугуночек. Закрываем крышку и начинаем рассказывать сказку. Уля, Уля, дорогая, ты у нас теперь большая. Приготовь к нам обед. Мне пока всего шесть лет. Не смогут готовить я обед. Уля, ты поставь редком куклу вместе с чугунком. И пшена из туйска. Вровень сыпь до пояска. А по шеечку водицы, чтобы каша получиться. Стала Уленька в шесть лет делать первый свой обед. Говорит Ульяна наша. Очень просто делать кашу. Чугунок. Чугунок. Пшено. Пшено. Вода. И немножечко труда. Стала куколка редком. Вместе с круглым чугунком. Вот пшено из туйска, всыпано до пояска. А по шеечку водица, чтобы каша получиться. Наша умница-малышка чугунок накрыла крышкой. Вот пшено бурлит и пляшет. Вот знакомо пахнет кашей. У нас получилась такая каша замечательная. Здравствуйте. Здравствуйте. В нашей семье мы отмечаем традиции, такие как дни рождения, 1 сентября, Новый год. И хотелось бы, может, еще какие-нибудь узнать традиции из прошлого. Может быть, что могли предложить и, в принципе, заинтересовать, чтобы детям было интересно. Ну и нам тоже. Во-первых, я посоветую составить генеалогическое древо. Обязательно. Ваш ребенок должен знать, откуда вы родом, откуда родом ваш муж, откуда вообще пошли ваши предки. И уже если бабушки, дедушки есть, обязательно поспрашивать их, чем они занимались, что у них было. То есть сделать мини-экспедицию у себя дома. И вот уже из этого они подскажут. Старшее поколение всегда мудрее. Конечно, мы привыкаем к этому поколению, какие-то есть шероховатости в отношениях, но они расскажут вам очень интересные вещи. Была, например, такая традиция сожжения на коня мальчика от трех лет. Это очень тоже важно. Как посвящение в рыцаре раньше было, то же самое посвящение в мальчике, в юноше. Инициация есть, посвящение, то бишь, называется. Женское, мужское, девичье. Для молодых людей были, обязательно для девочек. Например, была куколка на выхвалку для девочек. Если она хочет посещать вечерки, где можно поплясать, попеть, порассказывать какие-то смешные истории, обязательно женщины, которые следили за этим всем, они давали им задание. Принесешь куколку на выхвалку? Проходной билет на вечеру. Куколка на выхвалку была размером до локтя. И как раз смотрели, как девочка научилась шить, вышивать. Смотрели все. И были такие моменты, бабушка говорит, ну я как-то взяла у соседки. Говорит, мань, дай мне куклу. И пришла с этой куколкой. Я говорю, вот моя кукла. Баба посмотрели, говорит, ну-ка давай-ка свою руку. И приставили. А куколка оказалась больше, чем моя рука. Она говорит, ну все, говорит, обманула ты нас. Это не твоя куколка. То есть даже мерочки были специальные. Вот, тоже традиционно. Если ты что-то хочешь поразвлекаться, ты сначала покажи свою работу. Это все в сказках описано. Все видно. Читайте сказки, спрашивайте старшее поколение. У нас традиция праздновать Новый год вместе. Мама всегда приезжает 31 декабря. Примерно в канун Нового года. Просто споет раздеваться и садится за стол. Мы чаще всего празднуем Новый год на даче. Потому что как бы там прикольно снег почистить, там дорожки какие-нибудь. Мы вот еще хорошо, что на даче деревянные как бы стены вот у нас. И мы туда кнопочки в мишуру, кнопочку в мишуру. Мы можем в выходные куда-то собраться, поехать. К примеру, сейчас зима, на каток можно поехать. Летом, ну, весной, осенью мы ездили всякие в парки просто прогуляться. Если времени не так много и там сил нету гулять, мы садимся в какие-то настольные игры играть. Обычно традиция всегда есть. Моя любимая, когда мама приходит в нашу комнату, то, чтобы поцеловать на нас и пожелать спокойной ночи. Ну, у нас есть традиция, то, что мы смотрим фильмы иногда. Может быть, есть традиция какая-то, то, что мы каждый выходной куда-то ходим гуляем. Ну, вот конкретно таких традиций нет, вот чтобы там выполнялось так. Ну, вообще, я хотела бы создать традицию, чтобы как раз обучались читать, чтобы не забрасывать и действительно отдавать себя детям. Это семейное чтение, да? Вообще, да, семейное чтение, развивать ребенка. Ведь дети созданы вообще для счастья, можно сказать так, что семейное счастье. Люди не просто так детей заводят именно для счастья. Я бы хотела, чтобы в моей семье была такая традиция, чтобы мы раз в неделю, раз в год играли в футбол. Каждый день. Ну, один день. Мне кажется, традиции должны появляться как-то сами, спонтанно. И это как-то должно как-то так появиться. То есть не того, чтобы думать, какую нам традицию придумать, какую традицию. Ну, нет, наверное, может быть, появится, но вообще нет. Вот здесь, например, традиция похороны мух. Хранить мух, да? Что? Откуда? Мы записывали в Верхнеокском регионе. Это Калуга, Тула, Орел. Вот там был такой Орел, где мы записывали, даже с песнями. Это что? Это шуточные похороны. Мухи умирают, их надо сохранить. Они хоронят, их не закапывая землю, да? А увозят на лапти, на каком-нибудь драном, старом, увозят шуточно за околицу. И там выбрасывают. А дальше они идут с песнями, с плясками, с шутками, с прибаутками. Это всё жизнь и смерть. Дети привыкали к тому, что есть жизнь, есть смерть. Это переходы. Так же, как и девка почему плакала. Потому что она переходит в другую. Она умирает как девка и рождается как баба, как женщина. Это очень важно. И гармоничнее человек себя ощущал. И не боялся. Наверное, стрессов было меньше. Сейчас у меня ребёнок взрослеет. И мне бы хотелось узнать, как лучше всё-таки следовать древним традициям и советам, отмечая эти праздники. Или существуют какие-то новые веяния и интересные игры в связи с этими праздниками. Если мы будем привносить извне, не участвовать, это будет искусственно. Мы должны в это сами внедриться. Это то же самое, когда на фольклорные занятия водят только детей. Приводят домой и включают, соответственно, всё то, что у нас сейчас происходит. Телевизор с его рекламой, со всем остальным. И ребёнок посещает, например, один раз в неделю. Ну, какой результат? Никакой. Мы говорим об этом не будем. А если родители сами захотят этого, то есть не для ребёнка, а для того, чтобы была семья, для того, чтобы она была, как бы сказать, нормально развивающейся структурой, семьёй, то, соответственно, родители должны сами интересоваться своими корнями, опять же говорим, да, своей традиционной культурой. Но ничего не навязывать извне. Не надо брать Хэллоуин и отмечать Хэллоуин здесь, потому что это другой праздник, да. У нас всё то же самое есть в нашей традиции. Почитайте, полистайте. У нас были шествия ряженых. Ведь калидовщики – это всё то же самое, да, вся та же нечисть, которая вылезает. Вот. И это здорово. Сделайте с ребёнком, переоденьтесь, можно там в козу переодеться, там в медведя переодеться, да. У нас есть, например, дрессированные зайцы, которые мы поём. Мы, например, с детьми учим «Зайника сереньки, ой, зайника беленьки, некуда, зайки, выскочить». Разные песенки. А потом мы просто детей одеваем в зайцев, это детки трёхлетние, и выходим с ними калидовать. В квартиры заходим. Как же счастливы все взрослые, когда зайцы попрыгают, зайцы покружатся и поклонятся. Вот и всё. А когда калидовщики приходят, дайте, дайте нам, это как-то скучно и неинтересно, за что вам давать. Песенки подучить, игры поучить. Надо что-то такое привнести в этот дом. Вот оно, традиционное калидование. С масленицей. Масленица, соответственно, можно изготовить масленичное домашнее чучелка. Есть молодецкие икры, которые можно сделать на масленицу. Собирается большая компания, соответственно, заводятся все игры. Вот вам и традиция. А потом это из года в год, из года в год, это и будет традиция. Собираться не только есть блины до отвалу, но и что-то делать. Да, и подведем итог нашему разговору. Это действительно очень важно, когда в семье есть традиция. Это сближает в первую очередь, правильно? Сейчас. Хорошо, и устройство мира мы расскажем ребёнку таким способом. Но если сможем, потому что родители сегодня тоже начинают только осознавать наши традиции. Ну, это про яичко, это мир наш. Конечно, было бы здорово, если бы в каждой семье, в нашей российской, были свои традиции, опираясь на опыт предков. Спасибо, Елена, за интересную беседу. Надеюсь, у вас, уважаемые телезрители, есть свои семейные традиции. А если нет, то прямо сегодня подумайте, какие они будут в вашей семье. До новых встреч.